Пусть наш небесный, да святится имя Твоё, Господь, Твоя воля, Бог на земле, как на ревне. Пусть наш небесный, да святится имя Твоё, Господь Твоя Царь, Твоя воля, Будут на земле, как на ревне. Сбава Иисуса Христа. Это записано в 10 главе. Иоанна, это овцы мои, слушается голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я на линии в жизнь вечную, и не погибнут вовек, ибо никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Один путешественник, путешествия по Сирии, наблюдал такую картину. Три пастуха сгоняют в одно место колодца всех овец, и они пьют воду. Но он задумался, ну как же потом они будут превращаться, каждая овца к своему пастуху. Он увидел это вживую. Первый пастух подал голос, сидите за мной. И все овцы, отделяясь от других овец, последовали за ним. Потом второй пастух тоже произнес слова, и остальные овцы тоже последовали за ним. И остались овцы третьего пастуха. Но он говорит, я их охитрю. И попросил у одного пастуха челан такое, одежду, и стал кричать. Они оглянулись, посмотрели на него, и ни одна не пошевелилась. И тогда он обращается к пастухам. Почему они это? Не идут за мной. А он говорит, потому что они знают голос каждого из нас. Поэтому потом Иисус говорит, ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени, и выходит, выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут. Потому что знают голос его. Да чужим же не идут, но бегут от него, потому что они знают чужого голоса. И потом этот же пастух говорит, если ты вторично произнесешь свои слова, чтобы за тобой последовали, они, ну короче, побегут от тебя, как говорит Иисус Христос. Ну, говорит, бывают случаи, когда овцы откликаются на чужой голос. Но это, говорит, овцы больные, которые не могут различить голоса своего хозяина по слухам. И поэтому могут последовать от чужих. Дорогие друзья, на исходе этого года мы также должны слышать голос Иисуса Христа и следовать за ним. Пусть Господь направляет в течение наших мыслей, чтобы мы, внимая Слово Ему, могли последовать Ему, исполнить то, что Он нам заповедил. Помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя, что поминство Твоего мы вновь живы, до сего места Ты нам помог. И Господи, хотя не все могли достигнуть и этого дня, и мы не достигли, но, Господи, помоги каждому достигнуть вечности, которую Ты приготовил для любящих Тебя. Помоги нам слышать голос, и отвечать голоса от Твоего голоса, чтобы нам не заблудиться и не следовать за другими голосами, но следовать только за Тобой. И ныне, Господи, когда мы будем слышать голос Твой, Твой, со страницей, сященное описание, даруй их принять, Господи, и как послушные овцы, и исполнить все, что Ты нам заповедал. И дождует имя Твое Богословенное и прохламное в этот день наш Бог Отец Семеновский. Аминь. 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 ПОЁТ Пойте, пойте, новый мир, Радуйся, и Христос пришел, Церковь поют на нем. Поля, сады, деса, правы, И в Торет старшество, И в Торет старшество, И в Торет, в Торет старшество. Мы внесли мир и благодать, Что все могли подстать, Как Бог велик и справедлив, Как нас Он возлюбил, Как нас Он возлюбил, Как нас, как нас Он возлюбил. Песня в лесу Все скажи мне, Все расскажи про Него. Чудная повесть благая, Сердцу дороже всего. Повнила песнь, повтори мне, Песня, лихон о счастливе. Повнила песнь, повтори мне, Песня, лихон о счастливе. Песня, лихон о счастливе, 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 Песня, лихон о счастливе. Песня, лихон о счастливе. Песня, лихон о счастливе, Песня, лихон о счастливе. Господи, благодарим Тебя, что Ты не только родился в этом мире, Господи, но прожил, Господи, исцелял, Господи, и был другом, грешником. И мы дарим, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты пришел, чтобы умереть и спасти, Господи, взять наши грехи на себя, Господи, чтобы мы могли иметь общение с Тобой, иметь жизнь, Господи, вечную. Благодарим Тебя за это и просим благословить. Это время, когда мы будем вникать в Слово Твое, слушать слова Твои, благословить сердца и говорить о Твоем святом. Нам за все добудели Твое благословенное прошлое, иметь наш Бог. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы, наверное, сейчас вместе с хористами переживаем это предвкушение благословения. Да, вот что он, припев такой хороший. Весть об Иисусе скажи. Все расскажи про Него. Это вот, наверное, то есть, я так думаю, мы когда пели, мы также хотели, знаете, это как человек, который жаждет, который вот в пустыне идет, ему хочется напиться воды, и он жаждет, он мечтает прикоснуться к этому источнику, чтобы утолить жажду. Так и наши сердца сейчас. Если мы, вот эти слова, правда, это наши, вот они, мы согласны с ними, то мы хотим слышать все, для нас не имеет, знаете, для нас ничего нет неважного. Каждая деталь в Евангелии, она особо важна, и для нас тоже. Так это? Аминь. И смотрите, вот, весь об Иисусе все расскажи. Чудная повесть благая, сердцу дороже всего. Пусть Бог благословит. Слушает нас сейчас Слово Божие, настроит свои сердца, слух, и брат Павел поделится, что Господь ему открыл, и что Господь приготовил для нас. Господи? Смех. Давайте откроем священное писание, записано в первом послании апостола Петра, 2-5 стих. Первое послание апостола Петра, 2-я глава, 4-5 стих. А приступая к Нему, то есть к Иисусу Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устроять из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы благоприятной Богу Иисусом Христовым. Группа Набат, если вам знакома, у них есть такая одна песня, там есть, такие слова, что год ушел, как будто бы и не был, словно он приснился нам во сне. И у нас людей есть такое свойство забывать со временем то, что случается в нашей жизни, и поэтому нам нужны напоминания. И в книге Иисуса Намина там есть такая история, когда новое поколение уже израильского народа, когда они вышли из Египта, старое поколение, они уже вымерли в пустыне из-за непослушания, но новое поколение, перед тем, как они перешли в обещанную землю, им предстояло переходить через реку Иордан. И когда Иисус Намин, Он как бы руководил этим переходом, и Бог сказал, что когда они уже перешли, чтобы они поставили там, чтобы они вытащили 12 камней среди Иордан, и поставили памятник, поставили на суше, чтобы это было напоминанием им, другим народам и ихнему потомству о том, что Бог сделал для них в их жизни. И то же самое, другой памятник тоже был построен на дне Иордана, и там, ну, он там написан до сего дня. Этот памятник, это были такие физические камни, но здесь апостол Петр, он говорит нам, чтобы мы были как живые камни. Потому что наш Бог, всемогущий Бог, и израильтяне, когда их дети, когда они сами там смотрели в этом месте, на эти камни, это им показывало то, что Бог был с ними в прошлом, и это как бы давало им надежду на то, что Он будет с ними в будущем. В нашей жизни наши бабушки, наши дедушки, у кого-то это мамы или папы, которые пережили вторую огнировую войну, то есть они тоже являются для нас камнями, потому что то, что была финансовая турбулентность 10 лет назад, или то, что было в 90-х на постсоветском пространстве, это детский садик в сравнении с тем, что пережило вот это поколение. И если мы смотрим на жизни наших бабушек, дедушек, да, мы действительно видим, что Бог был с ними в их трудных ситуациях, и Он проводил их, и мы это видим. Недавно я читал одного пастыря, у него такая, он просто просил задуматься, он просто нарисовал разные церкви, которые существуют в нашем обществе, и если мы смотрим как наша жизнь, так как океан, и как бы мы, корабль, как смотри, как на структуру корабля, как на нас, на личности, или как на общину, как церковь, то есть как бы три категории, есть там крушер, есть такой выездный корабль, есть такой военный милитер-дешройер, такой военный истребитель, или третий вариант, это aircraft carrier, это авианосец, и он просто как бы давал сравнение понять, то есть это церковь, которая, например, она похожа, очень похожа на этот круизный корабль, там, то есть туда люди идут, чтобы отдохнуть, там, там все, все включено, то есть там можно, как сказать, хорошо покушать, хорошо отдохнуть, хорошо entertainment, хорошие развлечения какие-то, то есть такие условия создаются в церковной атмосфере. Потом есть церкви, которые похожи на military destroyers, это как военные истребители, то есть они двигаются намного быстрее, и там пастор, капитан, он, как бы, он делает, ну, его оружие, это кафедра, он стреляет по какие-то, у него миссии есть конкретные, как бы, один пастор действует, как бы, он принимает решения, и все остальные просто как наблюдатели. А третий вариант, это aircraft carrier, это такой большой, большой военный корабль, который, на котором, ну, с которого взлетают, и на который садятся такие самолеты, такие военные, ну, как бы, рассчитаны там на одного, на два человека. То есть он говорил, что это, как бы, живая, здоровая церковь, она, ну, церковь, которая построена из живых камней, она очень похожа на такой корабль, который постоянно посылает, посылает людей на районные какие-то миссии, в локальной area, или посылает людей за рубежи, то есть это активная церковь, где не только один человек трудится, где все общество, а все община, она трудится для Бога. И действительно, эта церковь, она выживает, она, ну, это живая церковь. И, как бы, когда здесь написано, что мы проходили, вот, в первом стиху, человеками, отверженными, но Богом избранными, то есть Христос пришел в этот мир, мы видели эту постановку несколько недель назад, что люди по-разному к этому относились, некоторые люди, они просто хотели жить сегодняшним днем, и их не интересовало будущее, они, наоборот, хотели как-то притушить это, убрать Христа, аннулировать его с арены истории. Но другие люди, которым Бог открылся, они пожертвовали всем, и они пришли и поклонились этому Иисусу Христу, который купил их жизнь. Еще одно место есть, интересное, в Евангелии Сфу Матфея, 16 главы, 15-18 стих. Там такая ситуация, Христос спрашивает учеников, за кого они его, за кого он почитает его народ. Они потом говорят, что он пророк, ну и так, в современном обществе, к Христу относятся по-разному. Даже его, если признают как личность, но не полноценно, говорят, что он там или философ, или какой-то хороший человек. Но как Петр ответил, прочитаем давайте, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Йонин, потому что мы против крови открыли тебе это, мой отец мой, сущный в лесах. Я говорю тебе, ты, Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и брата Ада не одолею ее». Петр был этим камнем, действительно, эта церковь существует в наши дни. И, слава Богу за это, за людей, которые на страницах Библии являются для нас памятниками, они показывают нам на то, что Бог сделал в их жизни. И также, слава Богу за то, что в нашей жизни есть близкие нам люди, которые тоже как памятники для нас, и они показывают нам на то, что Бог сделал в их жизни. И, слава Богу за это, давайте помолимся. Господь, хвала Тебе за то, что Ты наш Бог, за то, что Господь оставил нам Своё Слово, за то, что Ты, Господь, хочешь, чтобы мы были как живые камни, Господь, чтобы мы показывали, чтобы мы светили Господь другим людям, чтобы они смотрели на нас, и чтобы они видели, что Ты живой Бог, Господь, и что Ты меняешь жизни людей. Хвала Тебе, Господь, за Твоё Слово. Аминь. Спасибо, брат, дорогой. Вот, лайнер, вот, да, вот, хорошо отдыхать, прямо так запомнилось, спасибо. Целька похожа на лайнер, где все включено, да? Вот, кто когда-то на круизе был? Все понятно, почти все. Вот, ешь, пей, веселись, да? Вот, и за все заплачет. Пусть Бог благословит, чтобы наша церковь не была похожа на это. Вторая церковь, как он говорил, похожа на, как правильно? Авианосец. Да,вианосец, нет. Ну, военного истребителя, где действует только один, ну, паспорт, да, да, да. Военного истребителя, да, то есть, получается, второе тоже, это вообще неэффективная церковь. И третья, вот эта церковь, где каждый человек на авианосец, вот, третья, да, авианосец. Где, представляете, каждый человек, это, скажем так, даже семья, да, это отдельная церковь, это отдельная, скажем так, Божья, вот, единица, которая совершает влияние там, где Бог его поселил, на тех людей, с кем общаются. Вот она, настоящая церковь, которая создана Иисусом Христом. Пусть Бог благословит, чтобы наша церковь была такая. Каждая наша семья, каждый человек, это был, то есть, особый, понимал свое предназначение в жизни, мы еще будем сегодня об этом говорить, и не просто так терять время, а со смыслом, с целью проводить его. Сейчас у нас пение и стих. Давайте начнем со стиха Ирина, стих. Вот, я знаю, у Павла пение, еще у кого-то есть пение сегодня? Павла, смотри, да, есть пение. Праздниство. А он лежал среди огня, не на шелках лежал, на сене. Впервые тряпочный наряд, впервые дрожь в нежнейшем теле, впервые полной грудью вдох. Смешались запахи в едино. Трава, сырые доски, мох, воск от свечей, навоз, овчина и молоко. Младенца крик в ту ночь пронзал собою вечность. Сын Божий к Матери принял, приобретая человечность. В своей беспомощной плоти, себя приблизивши к творенью, он мир увидел изнутри. И в то же время стал мишенью. Вся тьма в движение пришла, когда в сарае том у Богом любовь на землю снизошла. Смывалась сказанная Богом. Ликуй, трубили небеса. Но мать с тревогой душевной могла и понять, кому в глаза она тогда смотрела первым. Осознавала и до конца, кого дыханием согревало, что сына самого Творца руками к сердцу прижимала. Была ли вера и покой, когда, уставшая с дороги, стучась в гостинице, сквозь борь, ждала от Господа подмоги? Могла ли знать в той суете и в неустройстве этой ночи, что Бог в присущей полноте на яслях взгляд сосредоточил? О, чудный вечер Рождества! Такой непоземному странный родился царь без торжества. Пришел Спаситель, долгожданный, не на коне и не с мечом, на властелина, не похожий. Таким естественным путем явился любя Аклик с Божиим. Никто предположить не мог, что тот, кто был обещан свыше, омоет столько грязных ног, пойдет к отверженным на днище, что он простит блудниц, воров, обнимет даже прокаженных и много непонятных слов, он скажет только, что он решит вместо Творца и драгоценного убранства избрать иголки от венца и нищету вместо богатства, что он, смирившись до крови, для каждого найдет ответы, и на запястья свои он примет гвозди, не просветы. Ну а тогда ручонки те сжимали хрупкую салону, и засыпая в темноте, Бог прилетал к пути земному. Все впереди, и боль, и смех, он в нашей обуви пройдется, но победит собою грех, и в душе светом зальется. Недолго будет жить средь нас, но что задумал, все успеет, он нас поймет, он даст нам шанс, он ход истории изменит, а к ныне будет мир другим, и вера наша не напрасна, кто твердо следует за ним, над тем и смерть уже не властна. Аминь. Аминь. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Песни неправда потерянных дней, мучит вас тягостый час. 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 Слово нас слышится в чувствах простых, Бог нас от гибели спас. Бог нас от гибели спас, Бог нас от гибели спас. Да Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас. Слава Богу, садитесь, пожалуйста. Песни неправда потерянных дней, мучит вас тягостый час. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Даниил говорит Дима Тorzok 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 это приводит, просто я хочу начать с этого. Смотрите, каждый из нас однажды будет на весы. И лучше на весы поставить себя самого и посмотреть, послушайте, 2018 год, честно посмотреть, поставить на весы свою жизнь, свои поступки, свое время и, честно сказать, самому себе. О, этот год у меня был самым лучшим жизненным, потому что в этом году я достиг того, о чем мечтал. Я наконец-таки получил работу, где я могу получать 20, 30, 5 тысяч долларов. И вот я наконец-таки мечтал, я к этому пришел. Я мечтал давным-давно за это прочитать Слово Божие, чтобы лучше знать. Я давным-давно мечтал об этом, но никогда у меня не хватало сил. А в этом году я поставил эту цель, я пришел. В этом году я хотел быть самым счастливым человеком, чтобы у меня была самая красивая фигура. Чтобы я смотрел на себя в зеркало и говорил, вау! В этом году есть человек, которому я засвидетельствовал на протяжении всего года. И помогал этому человеку, и беседовал с ним о Христе. Я вкладывал в свое время, деньги, средства. И я знаю, что все, что от меня зависит, я постарался сделать, то, что Дух Святой, к чему меня образовывал. И можно продолжать. У этого списка нет конца. И один список, там в конце оказывается, взвешенный. Вроде бы сильно, да, звучит красиво, нам сегодня заманчиво звучит. Но оно легкое, не имеющее никакого значения, не имеющее ничего для будущего. А другое, вроде бы такое простое. Ну что, помочь кому-то взять. Приложить немножко труда, это вообще, ну, мизинь, по сравнению с тем, сколько я в другое вкладываю. И в конечном итоге получить обильное благословение. Однажды, встретившись со своим Создателем, радоваться этому моменту. Друзья дорогие, это восемнадцатый год, он уже все прошел. И знаете, простите меня, конечно, ну, я так немножко, несколько слов. И мне в конце этого года полезно было, я для себя скажу, полезно было вчера погодить в доме плача. Я первый раз в жизни увидел, как человек уходит в землю. Я никогда не наути. И, знаете, мы сегодня так бьемся за жизнь. Библия говорит, все-все, но за жизнь человек, он тебе говорит, отдаст все. Нам кажется, что она такая сильная, что это будет вечно продолжаться. Но есть определенный момент. Когда Бог скажет, да, Бог. Я благодарен, что я вчера был рядом с человеком, который верующий был. И верующие родственники. Для меня это радость. В конце уходить, когда вместе помолились, такое ощущение, что сам Господь, нет такое, а Господь сам был среди нас там все это время. И Он, как Отец, утешал, Он, как Отец, поддерживал. Но я никогда, ни за что не хочу быть. Ну, не знаю, в жизни как удастся, но страшно быть, может быть, в том месте, где нету надежды, где нету, понимаете, будущего. Самое страшное. И сегодня, подводя итоги, лучше сегодня взвесить себя, чем потом в жизни, друзья, всю жизнь мучиться. 19-й год, неизвестно, что он нам принесет, но давайте мы откроем несколько стихов. Я буду говорить не что-то новое. Я хотел, то есть, поделиться своими мыслями, как чем я живу по-своему. А о чем размышляю? Что я когда-то, может быть, знаете, когда был моложе, я понял эти мысли, и я их не всегда исполняю. Но я понял эти мысли, и я постарался следовать вот то, что говорит Слово Божие, вот именно эти вот главные три момента. Скажу то, что сам пытаюсь останавливаться, опираться в жизни. И просто, может, кому-то это будет полезно. Колоссянам, первая глава, 16-й, 17-й стих. Отвольте, пожалуйста, у кого есть. Библия. Колоссянам. Первая глава, 16-й, 17-й стих. Ибо им, это тут написано, за место им, надо поставить Иисуса Христа. Ибо Иисусом Христом создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престолы ли, господствы ли, начальства ли, власти ли, все им, Иисусом Христом, и для Иисуса Христа создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. И Он есть глава, тело церкви, полночата, первенец из умерших, из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Знаете, в жизни, ну вообще, человек, это человекоцентричен, он рождается. Мы уже говорили, да? И первое, что очень важно каждому человеку на земле понять, особенно христианинам. Переформатировать вот свой разум, сделать его богоцентричным. Ставить Бога на первое место во всем своей жизни. Я попытаюсь сформировать на английском языке. Put God first in your life. Я знаю, может оно звучит, знаете, обыденно или непонятно. А может кто-то прямо сейчас не соглашается с этим. Я уверен, что возможно кто-то еще здесь сидит, который скажет, ты говоришь неправильно. Я мать, я знаю, что лучше надо моему ребенку. Я муж, я знаю лучше, как, скажем так, воспитать, ну, воспитывать детей. Я муж, я знаю лучше, как, скажем так, выстраивать отношения с женой и так далее. Нам кажется, что мы умнее Бога, что мы лучше ему раз знаем, что мы в этих обстоятельствах. Но мы прочитали, все им и для кого? Для него. Для него, для Иисуса Христа, все слои. Послушайте, будет успех только тогда, в любом деле, когда Бог будет стоять во главе у Бога. Если в любое дело, мы будем проверять с того, вот в этом девятнадцатом году. Послушай, а для чего я это делаю? Я это делаю для славы Божьей? Или я это для себя делаю? И я уверен, больше может быть половина наших проектов, больше половины наших целей, больше половины нашего времени, Оно просто-напросто разрушится, потому что мы перестанем впустую тратить свое время, свои силы, свою энергию и свои цели. Но я дальше об этом немножко скажу. Послушайте, все, что в жизни есть у вас, у нас. Все, что в жизни есть у нас, это знаете откуда? От благодати Божьей. Вы согласитесь с этим? Все, что... Еще раз, все, что в жизни есть, все, совершенно все, из-за того, что Бог милостивый, и Он дает нам незаслуженную благодать. Все, все, все. И все, что у нас есть в жизни, это только одно. Это Божий подарок нам. Аминь. Повторю и перейду к следующему моменту. Ставить Бог на первое место во всем. И если я опять поставлю себя во главу угла, то в конце этого года я буду опять стоять и согрушаться перед Богом, чтобы он потерял. Бог такой номер один, да? Согласны вы? Да. Давайте вместе скажем. Скажем, ставить Бога превыше всего. Ставить Бога превыше всего. Запомним? Хорошо? Понятно? Но это не мои слова. Я же прочитал Велосиана, да? Все, и мы для него. То есть, и мы должны правильно так и относиться, да? Второе. Вторая часть. Филиппийцев. Третья глава. Двенадцатый, четырнадцатый стиль. Знаете что? Вот Паша сидит здесь. Вообще мы давно с ним знакомы, с Марчаном. И знаете, вот интересно было, некоторые моменты просто в молодежи тогда, Павел был еще тогда, вообще юноша. И я вспоминаю, вот просто сижу сейчас, а думаю многие вещи, которые Бог вот доработал в этих отношениях, вот я вспоминаю, как в основном мы тогда и на молодежных и вот, ну на молодежных общениях и говорили о них. Вот то, что Бог отхвал и как-то, то есть молодежи это происходило. Это происходило, знаете, в таких вот, это не происходило где-то для меня отдельно Бог явился и сказал мне Андрей, это вот происходили какие-то, знаете, формирования меня как человека, например, то есть христианина, вот оно происходило там. И сегодня просто молодежь, вы хотите формироваться? Ходите на молодежные общения, там где изучается Слово Божие, там где оно читается, там где трансформация происходит. И мне просто, я говорю, возможно, что-то для него это будет, он скажет, что-то ничего нового там не говорит, потому что я уверен, для многих из вас живете этими целями. Ну я говорю, просто вот это то, что проходило в жизни, те определенные моменты, они тяжелые, но их надо перейти, их надо, скажем так, то есть прийти к ним. Второе, откройте, пожалуйста, филиппинцам, третья глава, двенадцатый и четырнадцатый стих. Несколько листочков назад. Опять-таки, вы все их знаете. Говорю так, не потому, что вы уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простирая вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. У апостола Павла была цель. Он говорит, смотрите, четырнадцатый стих, я стремлюсь к чему? К чему, он говорит, я стремлюсь? К цели. Он стремится к цели. У вас есть мечты? У кого есть мечты? Поднимите руки, пожалуйста. Ну, честно так. Вот у кого есть мечты? Что, не у всех? Уже у кого-то сбылись все мечты, да? Я понял, у кого нет мечты, только у того, у кого все сбылись и которые уже это. Послушайте, у нас есть мечты, и это нормально. Бог нас сделал художниками. Нового ничего я вам не открою, и вы ничего нового не... Вы художники. Внутри художники. Бог сделал, что мы всегда летаем. Мы летаем в будущем. Мы летаем, скажем так, там, на десять лет вперед. Мы иногда летаем, уже представляем, когда там какой-то момент жизни нас... Мы, возможно, летаем, ну, везде. Бог нам сдадал такой разум прекрасный. Представляете, что мы можем мечтать обо всем. Но у нас есть разные, да, мечты. И вы знаете, мечта без цели, это просто мечта. Мечта. Вот ты мечтаешь о чем? И у тебя нету никакого представления, как достигнуть этой мечты, ты никогда в своей жизни не достигнешь этой цели. Этой мечты. Потому что эта мечта, она вот там будет. И ты так проживешь свою жизнь, и однажды глянешься назад. Хорошая была мечта. Но я не смог проявить что? Проявить какого-то усердия, проявить какого-то движения к этой мечте. И в конце концов, когда человек пожилой, вы, наверное, часто слышали, человек оборачивается назад и говорит, он не говорит, очень часто люди пожилые, если поговоришь, они часть говорят там, чем они хвалятся, что им нравится, что в жизни, во что они вкладывали. Например, очень часто там, например, дедушки, бабушки, они могут часами тебе рассказывать, какие у них прекрасные дети и внуки. Они вкладывали туда, они вкладывали свои силы, они вкладывали свое время, они вкладывали себя в это. Они могут тебе часами рассказывать. даже встречаются такое, что, ну, я был свидетель, там, например, сын, да, там, в тюрьме сидит, сын там, например, то есть, ну, у него проблемы с какой-то, даже с наркотиками, там, с зависимостью. И мать восхищается своим сыном. Она не говорит то, что он сейчас, а кем он был, как он рос. Она вкладывала туда свои силы. У нее была мечта в этого, скажем так, вот, чтобы вырастить этого сына своего, и она туда силы вкладывала. Из-за этого, что сын вырос, а она сейчас смотрит назад, она вспоминает, что она приложила к этому определенные старания. Но Бог же нас создал не только выращивать. Апостол Павел говорит, смотрите, у него были цели. У него были цели духовные. Он говорит, я не хочу вот просто приходить, там, например, по воскресеньям в церковь, там, раз в месяц в церковь заходить. Я не хочу даже. Это не моя жизнь. У меня есть определенная цель. Вот здесь она сложилась. Я хочу, подошел, знал цель, номер один, Бог впереди сего. И он, исходя из этого, смотрите, он выстраивает свою жизнь. Он говорит, я хочу быть в таких отношениях со своим Спасителем, Господом Иисусом Христом. Моя цель достигнуть, усовершенствоваться, быть похожим на Него и трудиться для Него всей своей своей жизни. Ну, интересно, если мы разберем, вот, вообще, учение, послание апостола Павла, послушайте, он не был мечтателем, он был практиком. У Павла были цели не только на год. У него были мечты. Он, да, рассказывает часто о том, что он хочет куда пойти, что совершить. Но, смотрите, у человека должна быть не только мечта, а должны быть цели осуществления этой мечты. Он должен понимать, как я сегодня работаю для того, чтобы моя мечта, она сбылась. Какие цели на сегодняшний день, чтобы достигнуть эту мечту, которая, может быть, через два года она даст Бог совершить в своей жизни. Я сегодня, если я, например, смотрите, молодой парень, и я хочу, чтобы Бог благословил меня хорошей семьей, как сегодня, в повседневной жизни я готовлю себя для этого. Мне придется ответственность брать через год, через два за кого-то еще, а сегодня я не могу за себя ответственность взять. Девушка молодая, планирует, мечтает о принце, окрасил, это нормально. Бог вложил ей желание выйти замуж за лучшего парня, она об этом мечтает. Послушайте, девушка, как сегодня девушка хранит себя для этого парня. как сегодня же девушка учится быть в будущем порядочной и правильной мамой, как сегодня она готовит себя к семейной жизни. А это цель, это надо учиться, учиться и учиться. Пусть Бог благословит родителей. Мы ждем ребенка очень часто, мы хотим детей там много и говорим, что, как мы сегодня, как родители, готовимся к тому, чтобы принять ребенка. Знаете, однажды один человек, одна пара пришла, когда родился ребенок, они пришли к старцу к одному и говорит, «Подскажите нам, пожалуйста, как воспитать правильно этого ребеночка?» Он говорит, «Вы знаете, вы уже опоздали». «Как опоздали?» «Вот так. Вам надо было еще начинать воспитание до его рождения». Задолго до этого начинается, друзья, до совершившихся начинается работа, начинаются ставиться цели, чтобы достигнуть эти цели. Да благословит нас Господь в нашей жизни. Не просто, как апостол Парк там говорит, «вбить воздух», а ставить цели на каждый день. Я про себя скажу. Когда я сидел, вот у меня есть такая записная книжка, когда я записываю цели, вот у меня бывает такое, то есть мне надо день, чтобы многое сделать. Если я записал цели, просто записал, я знаю, что Бог мне поможет эти цели воплотить, Он дает сил, Он дает мудрости, Он дает понимание. А очень-чень часто мы знаем, знаете, «А, да ничего там, все пройдет как-нибудь, как, абы да кабы, когда у нас говорили». И так оно и проходит. Второе, всегда Бога ставит первое. И второе, ставить цель на каждый день, на неделю, на месяц, на год, на два, на десять, сколько Господь даст. Это ставить цель, как я буду достигать той мечты, которую дал мне Бог. Пусть Господь благословит нас в этом. И хочется особо сказать, знаете, цели духовные. Бог дал нам каждому из нас, особенно я сейчас говорю к членам церкви, Он вложил в нас, вот так вот взял и положил. Таланты. Вы знаете об этом? Знаете, что у каждого есть таланты? Да? У каждого. Я хочу просто сказать, может кто-то есть без таланта, вот вообще у которого никакого таланта Бог знает, что он вообще ничем не одарил, он самый обделенный. Не, все с талантами. Да у нас тогда авианосец. Настоящий авианосец. Представляете, 2019 год, это будет самый успешный год в жизни церкви спасения. Я верю в это. Поэтому я с вами вот так вот открыто сегодня беседую и Павелу, я верю, что это Господь ему вложил, это не то, что там Павел придумал, но Бог вложил эту мысль. Он готовит, Бог нас готовит к следующему году, уже сегодня. Я верю вообще, все, что происходит, это Дух Святой Дело. Я так верю, потому что Богу, при высшемстве Он знает, наберется. И Бог, если вложил в нас определенные свои таланты, Он хочет, чтобы они раскроились. Раскроились. А Он вложил любой талант на благо церкви. Не может талант быть, знаете, ну, дар нам талант, Он не может быть для себя лично. Он только дан Богу для созидания святых. на благо церкви. Пусть Господь благословит это, и каждому из нас задуматься, а как я к цели к этой стремлюсь? Как я достигаю, как Христос меня достиг? Что я Ему в ответ отдаю? В церкви есть много труда, и нету маленького и большого. От того, что кто-то подойдет, соберет мусор здесь, или кто-то стоит на кафедре перед Богом, послушайте, это одинаковый труд. Если вы выйдете здесь петь, и будете петь пред Господом от чистого сердца, прославляя, отдавая Богу то, что вы даете, и если кто-то подметет балы, нам, может быть, оно расскажется, вот это вот талант, это все. Просто талант надо дольше развивать, подмести легче. Но перед Богом это одинаково. Глаза Божьи это одинаково. Что тот труд, что тот труд. Пусть Бог благословит нас, чтобы каждый из нас мог что-то делать для Христа. Помните, посетить для кого-то больных, брата и сестру, позвонить кому-то, поддержать кого-то. Вот эта задача, вот эта цель, которая должна у нас стать, достичь Христа, трудиться для Него. Пусть Господь благословит в этом. И, а еще тут тоже такое хорошее, постоянство. Самое тяжелое, почему многие люди не могут достигнуть цели, нету постоянства. Знаете как? Загорелся? О! Все, я готов к служению, теперь я буду совершать это служение. Все, Андрей там или кто, или Николаев, внеси меня в список. Я готов трудиться там, делать, выполнять то-то для церкви. Все, я начинаю. Неделя, две, три месяца. Человека нет. Одеты, что, почему, как, что? Ты знаешь, я занят. Я знаю это, у меня сейчас времени нет и так далее. Пусть Бог благословит, друзья дорогие. Если мы что-то для Бога сказали, да? Посмотрим. Какую-то цель поставили. Пускай у меня сколько благословит, чтобы мы эту цель. Вот насколько поставили. Мы были постоянно в этом служении. И последнее уже будем молиться. Я знаю, что вы устали уже. Марка, 10 глава, 45 стих. Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Еще раз. Сын Человеческий не для того пришел, он же царь царей, да? Господь Господствующий. Но он должен был прийти для того, чтобы Ему служили, поклонились все люди и приняли Его как Спасителя и Господа. А здесь написано, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Я думаю, если бы мы, ну вообще, если бы люди понимали цену прихода Иисуса Христа и примерно хотя бы чуть-чуть рядом ставили такие же цели служить кому-то, я думаю, весь мир бы был идеальен. Ни одной ссоры бы не было на земле, ни одного конфликта, ни одного. Если бы люди научились служить другими, если бы они поняли цель, для чего пришел Христос и сами начали жить этими целями. Друзья, последний. Самое ценное. Самый ценный материал на земле это знаете кто? Люди. Самый ценный материал на земле это люди. Ещё раз. Самый ценный материал на земле это люди. Ради людей Бог всё сделал. Ничего нету ценей человека. Ничего. Душа. Ну, мы можем по-разному. Это душа, жизнь. Мы говорим о человеке. Венец творения это человек. И последнее. Христос для чего пришел? Что служить людям. Написано отдать себя за людей. Привести людей кому? К себе. Это всё сделал Иисус Христос. Как я отношусь к людям? Как я отношусь к людям? Послушай, как я лично сам отношусь к людям? Что они меня раздражают? А может, я считаю, что кого-то я должен уважать, а кого-то я могу так отнестись, как к второму, к третьему ссору. Что для меня, для меня лично, человеческая жизнь, какую цену она имеет? Христос сказал любить ближе, да ещё так, как самого себя. Пусть Бог во славе помнит нас, что самое ценное это любви. И когда в следующий раз какие-то люди, какие-то действия людей нас будут раздражать, какие-то люди нас будут не устраивать, какие-то люди нам будут казаться плохими, помнит, что Иисус любит этого человека. Ровно, смотрите, ровно так же, как меня. Не больше, не меньше, ровно так же, как меня. И когда мы будем понимать, что в глазах Бога человек, которого привёл ко мне Бог для того, чтобы я ему помог чем-то, для того, возможно, чтобы я ему открыл Христа, показал Христа, поддержал его где-то, для этого, когда привёл мне Бог человека, чтобы я смотрел на него точно так же. А не как очень часто, к сожалению, знаете сегодня, как смотрят в этом мире люди на людей? Как на кошелёк. И очень часто мне больно говорить об этом, и больно думать об этом, но я встречаю людей, которые говорят, слушайте, мы приехали в Америку, и нас в первую очередь свои же просто обдурили. Мы с русскими ничего там, или вообще со славянами ничего не хотим общего иметь. Мы уже поимели. Всё. Спасибо. Или ещё какие-то мысли. Это неправильное отношение к людям. Если бы Господь благословил нас в этом девятнадцатом году правильно оценить людей, братьев и сестёр, которые в церкви, своих детей, соседей своих, людей, которые вообще не верующие, где-то он нам случайно их послал, мы пересеклись с ними. Если бы мы правильно увидели глазами Божьими цену этих людей, то, как Павел сказал, наш авианосец, он бы был очень-очень большой. И здесь бы хватило всем-всем мест. Бога Господь. Но очень часто нам тяжело не то, что в авианосце, а в одном месте, здании, где находиться как будто двум людям. Да сохранит нас Господь от этого. 2019-й год. Он уже подходит. Три вещи, которые я сказал, они очень простые, вы их всегда должны. ставить Бога на какое место? Давайте еще раз. Ставить Бога на какое место? на первое. На первое. Второе. Ставить цель. Ставить цель в жизнь. Ставить цель в жизнь. Чтобы у нас были цели, духовные цели. Таких, я уверен, у нас поставлено цели уже на 10 лет вперед. Духовные цели. Поставить. Записать эту цель. Сегодня записать. Я вспоминаю такой момент. Опять вот, ну мне сегодня, ладно, на молодежную, на такое тянет, вспоминает, то время хорошее. Однажды у нас был лагерь, и мы записали перед Богом такие письма. Письма Бога назвали. И взяли в конверт и написали письма нашей мечты или наше желание перед Богом. И положили, закрыли конверт. И сдали их на год, чтобы в течение года не смотреть. И через год видит Бог, когда я открыл письмо, которое я написал. Мне его передали уже, кстати, в Орлан. Когда я как раз только переехал. Я удивился, знаете, что? Что Бог сделал не столько, сколько я написал, а намного больше. Точно такое же было и у нас, когда первый Новый год мы праздновали с церковью, это самое, и тоже мы написали всех. Абсолютно все сбылось на сто процентов. по крайней мере, у меня точно. Слава Богу. Когда наши цели соответствуют, Бог тогда дает нам и силы, и возможности достичь, когда мы ставим Богом на первое место. и третьего, самое ценное, что есть на земле, это кто? Люди. А? Люди, да? Точно? Ну как? А ставк маркет, он по-другому оценивается? Да нет, конечно же. Самое ценное, что есть, это люди. поругаться, сколько надо времени? Или секунд? Доли секунд. А прибериться у него много времени. А зачем ругаться, если можно просто любить? Любить так, как меня Господь будет. Просто любить. Не надо выдумывать ничего. и ценить тех людей, которые Бог посылает. Любой человек, смотрите, который приходит к нам, мы смотрим на него и говорим, Господь, Ты мне привел его для определенной цели. Помоги мне, этому человеку, показать Тебя. Все очень просто. И наша жизнь, если бы мы больше времени вкладывали, она намного интереснее. И многие еще люди бы еще пришли к Христу. Пусть Господь благословит нас. Давайте поможем. Благодарим Тебя, Господь, что Ты превыше всего. Что Ты наша надежда, что Ты наша скла, что Ты наша сила. И Ты наша мечта, Господь. потому что мы не знаем, когда Ты придешь, но мы мечтаем о том дне, когда мы будем в Царствие Твое Небесное. И увидим Тебя такой, какой Ты прекрасный есть. Но мы еще здесь на земле, Господь. Помоги все цели нам видеть, Господи, Твоими глазами. Помоги нам мир этот видеть Твоими глазами. дай нам, Господи, вот в этом году ни в коем случае не бить этот воздух, не быть бесполезными христианами, бесполезными людьми. Ни в коем случае прошу Тебя никому из нас не дай провести этот год, Господи, бесполезно для Царства Твоего. Разбей, разрушь все планы во имя Иисуса Христа, но дай, чтобы для духовного Господь мы могли вырасти, возрасти в Тебе и могли, Господь, укрепиться, чтобы каждый из нас пройдя этот год мог сказать, что, Господи, Он приблизился к Тебе. Дай нам цели правильные, Господь, перед Тобой и помоги, Господи, любить нам друг друга, как Ты возлюбил нас. Помоги нам ценить друг друга и ни в коем случае не разбрасываться друг другу, но, Господи, поддерживать один другому. Благодарю Тебя за каждого брата и сестру, которые есть, Господи, здесь, с которыми мы вместе можем совершать служение. Веди нас Сам, Господи, дальше по жизни. Дай нам вспомнить всегда о Тебе и следовать за Тобою. Аминь. Аминь. И Духа Святого просим Тебя обо всем этом. Аминь. 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 Тихая ночь Тихая ночь Тихая ночь Тихая ночь Слышно свет посетим Слышно свет посетим Тихая ночь 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 К объявлению. Сегодня у нас, давайте так, через 30-40 минут, сейчас без 15 закончится собрание, вот чтобы нам 15, ну 20 минут давайте так сделаем, 4-го, нам начать собрание, у нас будет сегодня право на собрание, то есть посвященное Владимиру Петренко, Владимиру Петренко, это папа Юли, все приглашаются, пожалуйста, чтобы прийти, то есть поддержать и пусть Бог благословит сегодня, а мы вот через, ну это так, через 40 минут после того, как собрание закончится, мы встретимся здесь, в этом зале, и это будет траурное собрание, пожалуйста, пусть Бог благословит нас собраться, поддержать, будем вместе молиться и вспоминать. После служения? Ну да, как обычно. Ну, пообщаться людям тут минут 15 надо, и там, наверное, бутерброды, я так понимаю, уже готовы, просто что это, но у нас сегодня, помню, это еще не все, это только начало, у нас сегодня долгий день, потом у нас после собрания у нас будет еще братское, нам надо сегодня братьями, мы договорились встретиться, чтобы подвести, то есть поговорить насчет бюджета, мы уже в четверг встречались, но еще и мы сегодня все вместе, то есть братья, пожалуйста, все, особенно члены церкви, чтобы встретиться нам, пообщаться насчет бюджета, и сегодня то есть совместно будет, так что такое общение будем то есть обсуждать, не обсуждать, уже принимать, то есть говорили о бюджете на 2019 год, и еще сразу связанное с этим объявлением. 6-го числа, это у нас будет вечеря, после собрания у нас состоится членское собрание годовое. 6-го января годовое членское собрание, вот где мы и утвердим вместе с нами, и с вами, если Господь благословит, позволит этот бюджет на 2019 год. Так что пусть Господь благословит, вот сегодня такие планы. Давайте, наверное, я знаю, что спешит может кто-то. Давайте чаю попьем, все-таки, чтобы оно немножко, знаете, то есть полчаса это немного, и потом вернемся сюда, чтобы вместе здесь иметь это общение. Новый год. Чуть не забыл, а завтра сегодня 31-й. Все из вас наверное уже олие делают, и так далее. Вот, уже готовятся к празднику, и мы знаем, молодежь готовится, и так далее. Смотрите, у нас такое объявление, собрание будет здесь в церкви в 10-30 вечера. Завтра в 10-30 будет собрание до 12 часов. И после 12, если у кого кто-то хочет открыть двери своего дома, молодежь, потому что здесь в основном вся она собирается, и молодежь, мы так и назовем, вся молодежь, она здесь. А кто вот, мы постарше, у кого есть желание собраться вместе, открыть двери дома своего, или это, вы скажите об этом, и мы с радостью скажем так, присоединимся к празднованию. Вот сегодня постсобрание, у кого есть желание, то есть вместе отпраздновать, скажите об этом, и мы как-то поговорим постсобрание, и решим, если где-то был дом, то есть совместно, чтобы собраться. Но с 10-30 до 12-05 у нас будет собрание. Мы встретим, как полагается, Новый год, да, в собрании с Господом на молитве, и потом уже в 19-м году, если даст Бог, где-то соберемся, чтобы иметь тоже такое общение для, как бы, праздников живота. Ну ладно, для этого. Хорошо, друзья, дорогие, может еще какие-то объявления? Алина, Галина, я просто особо мне плохо слышно, я из-за этого хочу точно записать, чтобы понимать. Будем продолжать молиться за семью. Дубровины, Хитренко, чтоб Господь утешил, посетил и благословил. Все нужды, да? Давайте мы встать на пол. Любящий наш Отец Небесный, благодаря тебе одно, но за это время, которое мы имели здесь, преди центра им святы. Сейчас, Господи, благослови нас в первую очередь. Помни те слова, которые ты говорил на особо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!